С тобой смотрели очень классный райончик на природу, ты показала косу, но ты мне вот сколько, я тебя не слышал, ты мне Джури Хиллс, Джури Хиллс, я все-таки решил сюда приехать. Почему именно этот район? Ты мне именно говорил, что это тебе будет интересно с инвестиционной точки зрения. Сто процентов. Ну, да, дорогой, я настолько люблю и вообще влюблена в этот поселок, его даже поселком мне назвать. Мы сейчас с тобой ехали, я тебя забрала из интернет-сети, из гостиницы. Ну, сколько мы ехали? Ты смотрел? Минут 12, наверное. Минут 12-13. Ну, то есть, конечно, это некий такой зеленый оазис в черте города. Скажу быстро просто в двух словах, что это сформированный издавна поселок Джумейра Гольф Эстейт, который всегда был above the line, всегда был очень престижным. Здесь все было распродано, построено, 70% живут британцы, такой очень космополитичный комьюнити. И здесь даже никто не собрался ничего больше строить. Вот все, что вы видите после вот этой дороги, вот эти, скажем так, немножечко более традиционные архитектуры, это не имеет отношения к нашему поселку. Джури Хиллс – это только вот эти современные наши серые, обалденные совершенно по архитектуре домики. У нас в продаже через неделю будет только эта фаза. Здесь осталось несколько вилл. К слову, надо сказать, что отдельные КПП у всех. Гольф-поле будет и внутри, и снаружи. Тем, кто живет в Джури Хиллс, можно будет пользоваться и бесплатно всеми развлечениями и примочками того, что внутри, и тем, что снаружи. Тем, кто живет за пределами Джури Хиллс, но в Гольф Эстейт, сюда заезжать нельзя будет. Это будет наиболее строгий повод КПП по проезду сюда. Теперь о цене. Если мы берем по удаленности наиболее известные и развитые комьюнити, это Дубай Хиллс и Дамаг Хиллс. Они находятся в Дубай Хиллс, также удаленно от центра Дамаг Хиллс, там может быть на 5 минуточек в сторону загорода. Если мы берем трехспальный таунхаус и смотрим его долгосрочную аренду в Дирхамах. В Дамаг Хиллс это будет 180 тысяч Дирхам в год. В Дубай Хиллс это будет 220 тысяч Дирхам в год. А здесь, в Джумейра Гольф Эстейт, это будет 390 тысяч. То есть при той же цене? При том же размере. Даже здесь участочек, он 3,5 сотки больше. Размер самой постройки где-то 300-330 квадратных метров, где-то 350. Но мы говорим о том, что тут даже сравнить нельзя. То есть здесь в костах заложена такая смарт... Какой-то стоит, извиняюсь, перебью. Значит, смотрите, давайте рассмотрим соединенные 4 таунхауса. По краям у нас 4-х спальные таунхаусы, которые угловые юниты, они на самом деле самые желанные. Я их так чуть-чуть оскорбительно называю недовилла, но по сути для любой семьи это будет очень круто. Потому что, видите, здесь еще есть такой угловой участочек, у вас по сути вилла, только одна detached wall. Вот такие, мы сейчас, кстати, не по ним сравнивали цены, 4-х спальные. На участке они стоят 4,5 сотки. Они обойдутся в новой фазе уже где-то 5,5-5,8 миллионов дирхам. Но те, которые 3-х спалки, они обойдутся, ну, в 4,5-4,6 миллионов дирхам, понимаешь? Слушай, я уже начинаю считать, я понял, почему ты меня порезла именно по цифрам. И вот я вам скажу, что получается, что вы этот таун, который покупаете за 4,5 миллионов дирхам, сдаете минимум, минимум, это мы ориентируемся на сегодняшний день, ведь проект сдастся в июне 25-го, и мы ориентируемся по постройке, которая в Джамейро Гольф Эстейт, но старой формации. То есть это еще за старую такая цена? 400, да, то есть здесь будет 420, а вот вам и, пожалуйста, самый пессимистичный исход сценария истории. 9% минимум. В дирхамах. 9% доходности минимум. А про Кепталаприсшин я вообще молчу, потому что, ну, нет такого поселка больше, 250 всего юнитов, а здесь у нас в центральной части сосредоточены меншины, они более чем 3000 квадратных метров. По постройке можно обратить внимание на размер футбольного поля и на размер дома. Известные бразильские футболисты, его имя запрещено называть, здесь приобрел. Один очень известный бизнесмен российский. Не знаю, кто еще приобретал, но 8 проданных, в продаже осталось только 2. Виллы, о которых я говорю, как наиболее ликвидный продукт, потому что если сейчас мы посмотрим, опять-таки, возвращаясь к цифрам, вообще поселок про цифры, про инвестиции, которые, ну, вот на поверхности доходность. Если мы посмотрим вот в старой архитектуре виллу такого размера, она сейчас продается от 15 до 22 миллионов. Старая. Здесь у нас вилла продается за 11 миллионов. Как вам такое? И как, слушай, ну, честно, я... Мне нравится такая реакция. Да, если честно, ну, как будто какая-то сказка, но это я понимаю, что это реальность. Ты знаешь, я тебе скажу, история вообще в том, что проект был анонсирован, даже какую-то особую рекламу не было, я уверена, что ни на одном YouTube-канале и нигде, ни в Instagram этого нет. Он был анонсирован, он был тут же распродан. Слава Богу, я говорю, что у нас с компанией Арада вообще серьезные плотные отношения, потому что мы еще занимаемся очень их проектом, который развивается вокруг нового даунтауна в Шарже. И, к слову, сказать, что за разработку этого даунтауна было заплачено миллиард, потому что разрабатывал этот даунтаун одно из известных архитектурных бюро имени Захи Хадид. Я потом тебе покажу, кстати, проект МОЛ, он второй по величине в мире будет в Шарже, который она, ну, вот ее бюро разрабатывало. Сразу скажу, ребята, извиняюсь, что монтаж будет не очень хороший. Честно, просто такие объекты, я буду делать минимум монтажа, чтобы, как говорит Зара, через неделю они разлетаются сразу. Это действительно очень выгодные инвестиции, поэтому извиняюсь за качество монтажа для связи с Зарой, чтобы она вам рассказала подробнее. Смотрите под этим видео ссылочку, она вам даст дополнительные вопросы. Мы лучше поедем немного, я вам покажу территорию. Сам поселок. Вот по территории этого района, очень красивая, очень большая. Да, ну, вообще, конечно, безумной красоты поселок. И, как я уже говорила раньше, он очень европейский, и люди здесь живут в основном, это 70% англичане, а остальные наши, как говорится. У меня такая ассоциация сразу возникает, прямая с Афродайт Хиллс, это тоже гольф-поселок на Кипре, любимое тоже место на Кипре, или с Жуковкой в Москве, не знаю, но это прям такой европейский уголок. А сейчас мы приехали еще в одну классную локацию, смотрите, сколько зелени. Вообще, Зара переехала в Дубай с Кипра. В нашем фильме, где ребята рассказывали личные истории переезда, обязательно посмотрите его по ссылочке ниже, она подробно рассказывала. Давайте я ей сейчас задам тот же вопрос. К тому же произошли такие достаточно неприятные изменения на Кипре по поводу... Ну, лучше Зара вам сама расскажет, так как у нее там до сих пор осталось много друзей и знакомых. Почему, например, сейчас очень многие люди переезжают сюда, из Европы и из Кипра в том числе. Боже мой, ты слышишь, как птички поют? Да, да. Это просто нереально. И такой запах, ты знаешь, запах настоящих деревьев. Я как будто в детство свое вернулась куда-то в Подмосковье. Ну и, кстати, опять пошла ассоциация с Кипром. Счета кипрские, банков Сайпрус замораживает. Счета россиян. И если раньше те, у кого было перманентное ВНЖ, их это не касалось, то сейчас вот то, что я получила от наших юристов, обновление по документам, эта новость гласит так, что те, кто приобретали недвижимость и именно этим путем получали ВНЖ на Кипре, их это тоже коснется. Кстати говоря, о Шарже. В Шарже действует тоже система, так же, как и в Дубае золотых виз, преодолевая порог в 544 тысячи долларов, вы можете претендовать на золотую визу. Пока что порога 2 тысячи 5 тысяч долларов на двухлетнюю визу, здесь его не подтвердили, но уже идут обсуждения, и они планируют этот законопроект, где-то через год он должен вступить в силу. Здесь очень много чего интересного. Мы сейчас находимся в закрытом поселке. Как я вам сказала, за эстетику, архитектуру и интерьеры отвечает бюро имени Захи Хадид. Здесь высажено огромное количество деревьев, дубов, апельсиновых и разных других. Но самое главное впереди. Это готовое шоу-вилла. Пойдемте, я вам все покажу воочию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы думаете, сколько все это стоит? Сейчас мы спросим у Зары. Зар, расскажи, пожалуйста, вообще об этом месте. Слушай, я не могу, ты знаешь, здесь все настолько так, как я люблю. Это, наверное, та стилистика, это тот концепт, который я в Европе, которому я в Европе научилась и который я потом воссоздавала, и вот эти летящие библиотеки, и вообще столько дерева, и это все, знаешь, такая вот, когда ты берешь серый цвет и растягиваешь его в разные, делаешь такой эффект деграде, а потом в разных материях он проявляется. Например, в керамической плитке, в бархате, который немного более кофейный на креслах. Ну, посмотри, вот это для жизни, понимаешь, это настолько комфортно. А главное, обрати внимание на эти расстояния. То есть, знаешь, как у нас бывает, вот строят проекты, ну, они везде бывают. Хочешь открыть вот так вот что-нибудь, а в это время тебе надо во что-то упереться. То есть, ты чувствуешь, да, проектировку. И поэтому я всегда говорю, для семьи нужен большой дом. Он не должен быть огромным, он должен быть комфортным. Посмотри, как грамотно подобраны вот эти вот боковая часть у лестницы. То есть, с одной стороны, это безопасность для детей, а с другой стороны, это элемент декоров. Квартира, которая полностью бьется и в гармонии со всем. Еще, знаешь, одна фишка, которая очень популярна, такой тренд, который из Милана к нам пришел буквально там 4, наверное, 3 года назад. Низко вешать картины, и причем вешать их такой вот как истории. То есть, здесь может быть начало декора, здесь продолжение, или они могут быть две одинаковые. Но ты чувствуешь, да, как низко, совершенно другая стилистика. При том, что панорамные окна от пола до потолка, и посмотри, начинает вечереть. И ты просто видишь свой двор, бассейн. Ну, конечно, материалы, цветовая гамма, максимально все элегантное, выдержанное, ничего лишнего. Ну, конечно, потрясающе, если честно. То есть, ты выходишь, и прямо у тебя потрясающе. Знаешь, как классно придумано, вот у тебя гостят, например, друзья или родственники. Ну, захотели они рано утром поплавать, но они никому не мешают, они идут и плавают. Зар, сколько это стоит? Ты мне цену сказала, скажешь здесь. Цену я тебе скажу, пойдем в гостиную. Ну что, присяду и скажу тебе, что эта вилла стоит меньше 4 миллионов дирхам. То есть, в районе 1 миллиона евро. Как вам такое? В этой локации? В этой локации. Ну, конечно, эта же вилла в локации Джумейра Гольф Эстетт, Дубай, она стоит 11. Ну, оно как бы понятно, но тут интересно в том, что все вокруг говорит о том, что ближайшие, наверное, 3-4, я не буду говорить 1-2, 3-4 года, конечно, шар же будет догонять Дубай. Потому что Дубай был таким центром притяжения, и ОАЭ ассоциировались с Дубаем, потом они начали ассоциироваться с Дубаем и с Абу-Даби, я имею в виду у русскоязычной аудитории. А сейчас мы понимаем, что есть серьезные причины, которые будут влиять на очень сильный рост в цене исторической столицы ОАЭ, шар же. Еще раз, обратите внимание на цену. Миллион евро за такую виллу. Потрясающе. Зара, а какое расстояние от этой локации? Ну, надоела человеку такая природа, хотя кому она может надоесть, захотел он поехать в Дубай за развлечениями. 35 минут. 35 минут из этого поселка до Дубая. Примерно расстояние по пробкам да и без из Дубая-Марины до Бизнес-Бэя. Ну, это мы вот говорим во всех локациях про расстояние, но если сравнивать с московскими, по-моему, люди больше гораздо ездят. Это вообще не расстояние, да. Ну, знаете, надо к инвестиции всегда подходить с умом. Я буду очень рада проконсультировать и помочь по любому вопросу, но когда ты видишь достойный продукт, качественный, стильный, да еще если сюда привязано такое имя, ну, я сейчас имею в виду Заху Хадид, то не стоит упускать такую возможность, потому что, глядя на то, что происходит сейчас, и вот этот вектор, и прочие факторы, которые нам диктуют рост за квадратный метр в шарже. Поэтому обдумайте это, посмотрите еще раз внимательно наше видео и переходите в Телеграм-канал. Ребята из компании Палладиум, реально, там работает аналитическая группа. Эти объекты, которые мы вам показываем, они искали очень-очень долго, анализировали рынок, кому-то помогали личные связи. Мы вам хотели показать Дубай с зеленой и Дубай для очень выгодных инвестиций. Субтитры сделал DimaTorzok